Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тревоги и переживания приходят в нашу жизнь, но они не обязаны оставаться. Иисус дал вам силу, чтобы победить их. Это удивительная возможность для нас. Я верю, что это учение поможет вам. Библия предупреждает нас жить ответственно и самим дисциплинировать себя. Мы говорим о свободе от тревог. Я не прошу вас забыться о рассудительности, чтобы жить в пузыре наивности. Я предлагаю вам путь, в котором вещи, мешающие Божьему промыслу в нас, исчезают из нашей жизни. Смирение учит нас признавать нашу хрупкость. Мудрость учит нас тому, что несправедливость — это часть нашей жизни. Если вы живете достаточно долго, то сталкивались с несправедливостью. Опыт учит нас, что совершенная буря не просто существует, а знает ваш адрес. Страх Божий учит нас признавать наши пределы. Если мы будем готовиться, то нам понадобится меньше сил. Покаяние может минимизировать последствия нашего неправильного выбора. А самодисциплина во многом сбережет вас. Мы видим множество возможностей, но вопрос в нашей готовности меняться. Если мы готовы меняться, мы увеличиваем свой шанс на процветание. Религиозные люди часто сопротивляются переменам. Откройте Филиппицам 4 главу 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Здесь есть шаблон. Я хочу, чтобы вы его увидели. Если Библия говорит «не заботьтесь ни о чем», то в чем вы можете не сомневаться? Есть вещи, о которых вы должны заботиться. Есть вещи, которые вызывают тревогу. Библия ясно говорит об этом. Это не история о Полиане, где нет проблем, соперников, трудностей, несправедливостей. Жизнь не справедлива. Мы живем в мире, где царит зло, и это зло касается нашей жизни. Вы не можете пройти свой земной путь без этого. Но нам говорят «не заботьтесь ни о чем». Жизнь — трудная штука, в ней есть стресс и тревога, но все это не должно доминировать над нами. Как такое может быть? Посмотрите на следующую фразу, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Бог меняет все. Бог меняет все. Можете ли вы жить без Бога? Конечно, можете. Можете ли вы формально пригласить Бога в свою жизнь и прожить ее так? Тоже можете. Но ваше убеждение о Боге кардинально влияет на вашу жизнь. Не все обетования Божьи даются просто так. Многие из них идут с условиями. Если вы не верите в них, то потеряете преимущество. Я приведу вам пример. Библия говорит, что если мы исповедуем свои грехи, то Бог верен, чтобы простить нас и очистить от всякой неправды. Это удивительное обетование. Бог простит и очистит нас, но в этом месте есть условия. Там сказано, если мы исповедуем свои грехи. Предположим, вы не хотите этого делать. Предположим, что вы оправдываете или игнорируете их. Тогда вы теряете преимущество. Ваша вера и ваша реакция к кардинальным влияют на вашу жизнь. У нас есть чудесное благословение, которое идет в паре с вызовом. У нашего народа христианское наследие. В США начались желания почтить иудейско-христианское мировоззрение. Можно спорить о том, являемся ли мы сегодня христианской страной, но нельзя спорить, что у нас христианское наследие. Мы видим это в первых документах на самых известных зданиях нашей страны. Места Писания высечены на камне. Наша Конституция и Биля правах отражают нашу зависимость от всемогущего Бога и веру в то, что Иисус — его Сын. Это наша история. Это привело к тому, что мы стали считать себя христианами по умолчанию. Я называю таких стандартными христианами. Если вы называете себя кем-то другим, все считают, что вы христианин. Это не означает, что вы посвятили себя Иисусу, или что вы планируете почтить Бога. Вы просто стандартный христианин. Это как вакцинация, и это не зло, но это может ограничить вас. Вы должны осознать факт, что есть Бог, и что быть стандартным христианином недостаточно. Быть последователем Христа. Это значит принять решение в отношении Иисуса, сделать Его Господом своей жизнью. После этого мы начинаем принимать Божие решения в своей жизни. Ваша вера в Бога меняет многое. Я привел вам список. Важно знать Его как Творца. Библия начинается с того, что вначале Бог сотворил небо и землю. Почему это важно? Потому что Он всемогущий, всезнающий. Для Бога нет ничего невозможного. Он создал все Своим Словом. Он создал наш шарик посреди огромной вселенной. Установил Ему орбиту вокруг Солнца на расстоянии, которая позволит человеческой жизни процветать на Земле. Это наш Бог. Некоторые считают, что все это произошло случайно. Это случай шанса. Удача. Я верю, что Бог создал небо и землю. Конечно, у вас есть право на свое мнение. Но мы знаем, что Он Творец. Он также поддерживает все силой Своего Слова. Он избавитель от бытия и до откровения. Бог вновь и вновь представляет себя как избавитель. Это важный урок для вашего портфолио. Потому что мы с вами окажемся в местах, где нам понадобится Божие избавление. Кроме того, Он восстанавливает. Это даже лучше, чем избавитель. Восстановиться — это стать новым. И даже больше лучше, чем новым. Если что-то хорошо восстановили, то оно может выглядеть лучше, чем новое. У нас есть друзья, которые несколько лет назад купили старый дом, который они хотели восстановить. Они были в восторге. Я помню, как они позвонили и пригласили нас с Кэти заехать и посмотреть на него. Мы приехали туда на закате, а дома не было электричества. Там было страшновато. Двери и пороги скрипят. Я пытался выглядеть радостным. Пол в доме был в плохом состоянии. В некоторых местах он просил, и казалось, что можно провалиться. Они были в восторге от дома. А я помню, как шел и думал, это черная дыра. Я молился за них состраданием. У них было больше веры, чем у меня, потому что после ремонта он стал прекрасным домом. Но они не восстанавливали его. Это не был дом, который построили там изначально. Он был намного лучше. В новой версии было центральное топление и кондиционирование. Классные гаджеты в кухне. В первой версии ничего этого не было. И когда Бог восстанавливает вашу жизнь, она оказывается лучше, чем была до того, как Бог прикоснулся к ней. Это наша история. Мы не просто прощены. Мы искуплены и восстановлены. Бог восстанавливает нас. Он оправдывает нас. Мы становимся такими, словно никогда не грешили. Однажды каждый из нас предстанет перед всемогущим Богом, в его святости, чистоте и праведности. Как вы подготовитесь к этому? Оправдание — это дар. Вы можете стоять там в таком виде, словно никогда не грешили, если примете дар оправдания. Или можете попробовать прийти со своими силами и достижениями. И моя самая любимая характеристика — он автор нашей истории. Но он автор. У автора есть определенная лицензия. Это его история. Она начинается в его сердце, его воображении. Он может писать ее, пока не получит то, что захочет. Иисус присматривает за историей моей и вашей жизни, и он доведет ее до лучшего финала. Как мы можем не тревожиться ни о чем? Мы должны запомнить в сердце, что наш Бог меняет все. Павел продолжает в седьмом стихе. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашим. Во Христе Иисусе. Интересный выбор слов. Почему ваш ум и ваше сердце нуждаются в охране? Это не случайная слова. Он говорит, мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления. Ваше сердце — это ваши эмоции. Почему наши эмоции и мысли нуждаются в охране? Потому что они являются полем битвы. Если вы не считаете, что ваши эмоции и мысли нуждаются в охране и направлении, то вы весьма уязвимы. Если вы хотите жить с продуктивной, инструктивной, мирной, радостной жизнью, то вам необходимо осознавать свои эмоции и мысли. Если вы этого не делаете... Я люблю свежие помидоры летом. До них осталось не так далеко, слава Богу. Я люблю летние овощи, особенно помидоры из тен-э-си. Я бы хотел увидеть большой урожай у себя во дворе, но они не появятся просто потому, что я сказал об этом. Я могу смотреть в окно и говорить, «Иисус, пошли помидоры! Пусть они начнут расти во имя Иисуса! Растите помидоры! Давайте!» Но у меня будут одуванчики и сырники. Если я хочу помидоры, то мне нужно посадить помидоры, поливать их, пропалывать и опрыскивать их, подпирать их и молиться за них. И тогда я получу помидоры. Если вы думаете, что ваш разум и эмоции принесут нечто хорошее, мир и прочее, без ухода за ними, то это равноценно тому, если я буду стоять дома и желать, чтобы у меня во дворе выросли помидоры. Мы прочитаем с вами Исайю, 35 главу. Там сказано, «Укрепите ослабевшие руки». На иврите это истощенные руки. «И утвердите колени дрожащие». Скажите робким душою, «Будьте тверды, не бойтесь». «Вот Бог ваш придет». «И отомщение придет». «Воздаяние Божие». «Он придет и спасет вас». Этот стих цитируют в Новом Завице в послании к евреям. Теперь посмотрите со мной то самое послание к евреям, 12 главу. Там сказано, «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось или исцелилось». Он говорит о том, что мы ощущаем и как думаем. Мы дали разрушительные разрешения в нашей культуре. Люди говорят, «Ну, я так чувствую, мне это кажется правильным». Нет. Иногда, когда я за рулем, мне хочется подорвать всех других водителей, но мое желание не становится правильным или благочестивым от этого. Просто сегодня выдался плохой день. И это место говорит о том, что мы должны ободрять всех, чьи руки опустились, и стоять рядом с теми, чьи колени ослабели. Послание к евреям буквально говорится, чтобы конечность не выпрыгнула из сустава. Когда наши руки и наши ноги ослабели, нам нужно ободрение, чтобы не упасть. Стойте прямо и ходите прямо, чтобы хромлющее не ослабело, а исправилось. Послание к евреям, 12 глава, 1 стих говорит, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить, предлежащее нам поприщем». Давайте остановимся здесь на минутку. Здесь сказано, что мы окружены великим облаком свидетелей. Я представляю себе стадион или арену, наполненную людьми. Представьте себе пасхальные выходные. Вот только на стулях не те, с кем мы поклоняемся и живем. Люди, что заняли арену, наши предшественники в вере. Там сидит Моисея, Авраам, Исаак, Иаков, Давид, Соломон, Исаия, Иеремия, Петр, Иаков, Иоанн, Павел, Сила и Тимофей. Все, кого вы знаете. А мы стоим на поле. Им больше нельзя вступать в игру. У них было свое время на поле. Я люблю смотреть, как играют студенческие команды по баскетболу. На этих выходных был мужской финал. После целого сезона остается четыре команды. Они играли на этих выходных. Это большое событие. Есть две группы людей. Есть небольшая группа людей, четыре команды, которые играют. Но из-за внимания медиа есть интервью, статьи и прочие вещи, которые создаются людьми, которые играли когда-то. И они рассказывают о том, как было все в их время. Когда я играл, когда я был тренером. Я помню это время. Это интересно, и мы можем уделить немного времени, чтобы посмотреть и послушать. Но это лишь мнение со скамьи. А в игре будет участвовать лишь небольшая группа людей. Это место привлекло мое внимание, потому что оно говорит мне и вам, что сейчас наше время на поле. Оно напоминает нам приложить максимум усилий. Люди, которые были до нас, не были слабаками. Мы говорим о Давиде, Моисее, Иеремии, Павле. Когда мы будем рассказывать свою историю с Иисусом, то она не будет такой же, как у нашего ужасного соседа, при виде которого мы кажемся себе хорошими. Мы будем противопоставлять свою историю Моисею. Мне кажется, у Моиши все было хорошо. Сейчас наше время на поле. А потом мы видим ясные указания. Он говорит «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Он говорит «свергнуть». Это определенное действие. Он не сказал «стряхнем», «отложим». Когда вы смотрите на плечо и видите там паука, который вы не хотите видеть там, вы не говорите. Ну вот, Арханит взобрался на меня. Я уверен. Он говорит «свергнуть две вещи». Свергнуть. Одно он называет бременем или препятствием, а другое — грех. Это позволяет понять, что препятствие — это не грех. Это не нечестивые или аморальные вещи. Это задержки. Если вы решите пробежаться весенним днем в парке, то можете позволить себе задержки. Вы можете взять набор для пикника и еду, потому что можете проголодаться, и покрывало, если вам захочется приличь на солнышке и поспать. Вам может захотеться взять с собой ноутбук или смартфон, чтобы пообщаться с кем-то. Ваша пробежка превратится в прогулку. Но здесь говорится о том, что мы участвуем в забеге. И вы не захотите брать все это, особенно если для вас важен результат. Вы не увидите, чтобы кто-то пришел на стометровку на Олимпиаде с набором для пикника. «Ну, может, я проголодаюсь по пути?» Эти люди сконцентрированы на том, чтобы пробежать это расстояние. Там сказано, что мы должны сбросить все, что нам мешает. А что может нам помешать? Мы разберемся с этим в последующей неделе. Но все, что не нужно, что важнее Иисуса для нас, может стать преградой. Мы должны сбросить все, что мешает, и грех. И снова здесь стоят интересные слова, запинающие нас. Мы можем говорить откровенно, грешить легко. Большинство из нас приходят в церковь и ведут себя так. «Ну, я как-то раз встретился с грехом. Это было очень давно, и на одно мгновение я ощутил искушение. Но слава Богу, что я вспомнил его слова от бытия до откровения. Послание к евреям говорит, что в грех попасть легко. А когда вы попадаете в него, он запутывает вас. Это все равно, что попасть в паутину. Вы не видели ее, когда шли к ней. Но когда вы вошли в нее, и она прилипла к вашему лицу, и что-то побежало по шее, то даже пару часов спустя вы ощущаете что-то. Это грех. А вот почему сказано, чтобы мы сбросили его. А потом он дает нам еще пару советов. И с терпением будем проходить с предлежащей нам поприще. Ну, или гонку. Гонка, которую Бог подготовил, требует терпения. Суть терпения в выдержке — это не спринт. Иногда мы запутываемся в этом. Это не забег на 40 или 100 метров. В каждый сезон нашей жизни мы должны принимать верные решения. Мы придумываем богословие, чтобы обойти это. Мы хотим принять решение в пользу Бога в какой-то момент своей жизни. Сказать молитву, окунуться в бассейн и сказать «ну все». Я не хочу, чтобы вы жили, боясь за свое место в Царстве Божьем. Но я не хочу, чтобы вы думали, что решение, которое вы приняли 30 лет без поддержания, достаточно для того, чтобы считать, словно у вас все хорошо с Господом. Мы должны бежать с терпением. Это значит, что мы должны постоянно обращать внимание на детали. Есть еще другие подсказки, предлежащие нам поприще или размеченный для нас забег. Мне нравится это. Не забывайте, что Бог — Творец. Он — инициатор. Он создал вас совсем необходимым для необыкновенного финиша, если вы пробежите забег, который он разметил. Но если вы хотите бежать свой забег, это ваше право. Но вы можете быть не снаряжены для этого. Мы читали в Деяниях, что Бог выбрал для нас время и место жизни. Кто мог предположить, что Бог даст мне такой акцент, но меня он устраивает? Бог дал вам свободу выбора. Вы можете сотрудничать или не сотрудничать. Вы можете проводить вечность с Ним или без Него. Выбор за вами, но кое-что Бог выбрал за нас. Он выбрал нам место для жизни, сезон для нашей жизни. Один из чудесных выборов Бога — это ваш пол. Не вы выбрали его, а Бог. И с этим всем приходит задание от Бога. Величайшее задание в нашей жизни. Быть благочестивым сыном, мужчиной, мужем, отцом — это величайшие роли в нашей жизни. Женщины, Бог тоже дал вам задание. Что значит быть благочестивой дочерью, женщиной, женой, матерью? Это величайшие задания в жизни. Бог выбрал для нас этот путь и это привилегия. Он разметил этот забег. Также говорится, что мы должны фокусироваться на Иисусе. Это христоцентрическое приглашение. Иисус меняет все. Мы видим информацию об Иисусе. Сказано, что Он претерпел крест. Это страдание. Его избили до полусмерти. Но Он перенес это. Чтобы следовать за Иисусом, нужна выдержка. И это не всегда весело. Я знаю, что вы понимаете, сказано, что Он пренебрег посоромления. Это касается наших сердец и эмоций. Это напоминание о том, чтобы мы хранили их. Помните, враги насмехались над Иисусом на кресте. Его соперники стояли на земле, пока Он страдал, и говорили, «Если ты Мессия, спустись оттуда. Ты исцелял других, так помоги себе». Как думаете, шла ли в тот момент борьба в разуме Иисуса? У Него были эмоции, которые требовали дисциплины. Большинство людей, умиравших на римских крестах, умирали со словами проклятий. Помните, что сказал Иисус? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. В руки твои предаю, дух мой». Он отталкивал стыд и ужасные эмоции, которые бросали Ему вызов. Вопрос был не только в обвинениях. Иисус собрал группу людей, Петра, Иакова и Иоанна. Эти люди были с Ним. Они отдали Ему три года. Они следовали за Иисусом, самым удивительным из людей. Он рассказывал им о том, что будет, но они не могли поверить в то, что Его арестуют. Если посмотреть внимательно на лица этих ребят, вы увидите, что им больно. Они разочарованы, запутаны, шокированы. Они напуганы. Это влияло на эмоции Иисуса. Он вел их, выбрал их, обучил. Люди, которые были ближе всего к Нему, были в шоке. Нужно следить за тем, чтобы хранить свое сердце и разум, чтобы пройти такую ситуацию. Он отвергал стыд. А затем сказано помыслить о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Он победил оппозицию. Это было несправедливо, это было нечестно. Его гнали несправедливо, но Он победил это, это приглашение к новому пути, к другой жизни. И вы можете жить так. Это удивительное приглашение, которое дал нам Иисус. Жизнь без тревог. Часто мы неправильно понимаем это и думаем, что Он обещает нам жизнь без проблем, стресса или несправедливости. Иисус не обещал этого. На самом деле Он преодолел ту несправедливость, которую к Нему проявляли другие. И мне кажется, что нам с вами тоже придется преодолеть определенные вещи. Но наши жизни не должны быть наполнены тревогой и страхом. Иисус сказал это. Вопрос в том, как научиться откладывать эти вещи и делать это постоянно. Прежде чем закончить, я бы хотел помолиться с вами. Если вы хотите отложить тревогу и страх, можете познать мир Божий. Отче, спасибо тебе за обетование и указания, которые нам дал Иисус. Сегодня мы возлагаем эти заботы на тебя. Мы верим, что ты принесешь справедливость, свободу, мир и надежду нам во имя Иисуса. Не отказывайтесь от своей свободы. Благословения вам. Давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас в познании Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка «Книгу молитв пастора Аллена» «Через крест молитвы на каждый день». Также вы можете приобрести серию из пяти дисков «Через крест пастора Аллена». Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас в познании Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена «Через крест» молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков «Через крест» пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Продолжение следует... Продолжение следует...